Более трех месяцев вакуума. Так описывает свою жизнь после трагической гибели сына Елена Бондаренко. В ноябре прошлого года неизвестные до смерти избили Романа во дворе собственного дома. С тех пор женщина борется за то, чтобы обстоятельства смерти ее сына были расследованы. О возбуждении уголовного дела в отношении моего сына Романа Бондаренко я узнала от своего адвоката. Ей позвонили из генеральной прокуратуры и сказали, что возбуждено уголовное дело в отношении смерти моего сына. И вот таким образом я узнала. Затем я позвонила сама в генеральную прокуратуру, спросила, правда ли это. Мне сказали, что да, это правда, что дело возбуждено. Для меня это было неожиданностью, потому что прошло, конечно, очень много времени, больше трех месяцев, около ста дней. И я, конечно, очень долго этого ждала. И с каждым днем, наверное, надежда таяла и таяла, потому что очень много событий вокруг разных происходило. А в отношении моего сына был вакуум. То есть ничего не было, было молчание. И поэтому, когда это вдруг произошло, то для меня это было неожиданно, конечно. То, что было раньше, я имею в виду, каким образом проходила проверка по факту смерти. То есть это было в начале декабря. Я два раза была в генеральной прокуратуре. Один раз два часа, второй раз пять часов. Задавали очень много вопросов, касающихся того, каким был роман, начиная чуть ли не с пеленок, с детства. Чем он увлекался, чем он занимался, что он любил делать, какие у него были привычки. То есть какой он был человек, как он коммуницировал с окружающими и так далее. То есть вот именно вопросы касались того, каким он был человеком. На данный момент, после этого был большой перерыв. Ну, как я бы сказала, информационный вакуум. То есть вот где-то вот со середины декабря до почти конца февраля. То есть получается больше двух месяцев. Ну и на данный момент уголовное дело открыто. Ну а что будет дальше, как будет вести следствие, я не знаю. То есть наверняка с меня возьмут подписку о неразглашении. То есть когда пригласят в генеральную прокуратуру, это будет вот буквально на днях. Вот поэтому, ну вот пока я имею возможность вам об этом сказать, я говорю об этом. От расследования дела я ожидаю честности, справедливости. Кто бы ни были эти люди, которые похитили, избили до смерти моего сына, я считаю, что они должны понести заслуженное наказание в соответствии с законами, которые есть все-таки в нашей стране. Я надеюсь, что эти люди будут выявлены и привлечены к ответственности. Самым тяжелым испытанием стала принять смерть сына, рассказывает Елена. О событиях тех дней она вспоминает с болью. Вечером 11 ноября во дворе площади Перемен, где жил Роман, неизвестные начали снимать бело-красно-белые ленточки. Тогда молодой человек написал в соседском чате «Я выхожу». Во дворе его избили неизвестные. От полученных тяжелых травм Роман скончался. Ему был 31 год. Ну, это была ночь, глубокая ночь. Это было около половины четвертого утра. В дверь позвонили. Я открыла дверь. И мне сказали, вы не волнуйтесь, ваш сын в больнице, ему делают операцию. Я спросила, что случилось. Мне сказали, что его сильно избили, доставили в РОВД, сильно избили. И оттуда уже его доставили в больницу скорой помощи. То есть, ну вот, таким образом я узнала от случайных людей. Мне дали телефон реанимации. И сказали, что я могу звонить, узнавать о том, как проходит операция. То есть, она длилась очень долго. Я не знаю, сколько часов. Мне вообще казалось, что это длится вечно. Я звонила через каждые полчаса. Мне все время говорили, что еще идет операция, еще идет операция, еще идет операция. Вот, поэтому я молила Бога, чтобы операция прошла успешно, чтобы Рома выжил после этой операции. Вот, она где-то закончилась, вот, как мне кажется, около половины седьмого утра. И Роман вышел. Это благодаря, конечно же, профессионализму тех врачей, которые операцию делали. Это и анестезиолог Артем Сорокин, и другие врачи, которые принимали участие в операции. Я им, конечно, очень за это благодарна. Ну, то, что уже после случилось, это уже другая история, конечно. Ну, то, что операция была сделана хорошо, я это знаю. Ну, это было вечером уже 12 ноября. 12 ноября я позвонила в реанимацию, узнать, как состояние Романа. Но мне сказали, что он, к сожалению, скончался. Ну, вот, я так узнала. Рома всегда был человеком, который не мог пройти мимо, если, ну, вот, вокруг происходит какая-то несправедливость. То есть, в общем-то, он никогда не оставался равнодушным к каким-то вот вещам, которые, ну, вот, по его мнению, несправедливы и не должны быть, не должны случаться. Вот, и получилось, что в тот момент во дворе были девушки только. Вот. И он просто вышел их поддержать, защитить. Я думаю, поэтому он вышел во двор. О романе Бондаренко скорбела вся Беларусь. На следующий день жители Минска без остановки несли цветы ко двору, где он жил. Память о романе в Беларуси посвятили и воскресный марш под лозунгом «Я выхожу». Такой реакции на гибель романа вот я не ожидала, конечно же. То есть, для меня это было что-то невероятное какое-то, фантастическое. Я никогда не думала, что такое большое количество людей будет сочувствовать, сопереживать моему горю, вот горю моей семьи. То есть, для меня это, конечно, было очень удивительно. Ну и приятно, конечно же, в какой-то мере, если это можно было в тот момент так назвать. Ну, с самого начала, вот, ну, в плане поддержки, я это чувствовала, поддержку, с самого первого дня. даже вот, когда пришли ребята, девочки, ребята, вот, которые сообщили мне о том, что Рома в больнице, ему делают операцию. Вот в тот момент я даже уже почувствовала их поддержку. Вот. И я чувствую ее до сих пор, ну, не со стороны именно тех ребят вообще, в принципе, со стороны незнакомых людей. То есть, мне очень много передают каких-то писем, стихов, песен, клипов каких-то вот со всего мира, из Беларуси и, ну, вот, со всего мира. Какие-то слова поддержки звонят. Когда я прихожу на кладбище, Кроме, то у него всегда убрана могила, расчищен снег, то есть сейчас очень снежная зима, много снега, всегда снег расчищен, всегда есть свежие цветы, горят лампадки очень часто. То есть, вот я вижу, что людям, люди неравнодушны, то есть они очень переживают и стараются, вот хотя бы так как-то выразить мне свою поддержку, свое сопереживание. Я им очень благодарна за это. Очень благодарна. Где я беру силы? Мне сложно сказать. Вот недавно мне этот вопрос тоже один человек задал. спросил меня, где вы берете силы? Я подумала, ответила так, что вот я иногда смотрю на себя со стороны, ну, как будто бы это не я, я просто смотрю на себя со стороны и спрашиваю, откуда она берет силы? Я не знаю. Ну, это какое-то внутреннее, какое-то вот чувство, энергия какая-то внутренняя. Уверенность в том, что то все, что я делаю, я делаю правильно, что если бы это, не дай бог, похожая ситуация случилась со мной, то Рома делал бы то же самое, и я уверена, что даже больше. То есть вот в память о его светлом имени, наверное, вот так получается. что же для меня было самым сложным. Наверное, принять то, что Ромы больше нет. И, конечно, очень тяжело была ситуация, которая происходила до похорон, первые девять дней. Рому похоронили на девятый день, но не на третий, как вообще принято в христианском мире, а только на девятый. И вот все эти девять дней было очень тяжело остаться человеком, наверное. Даже не знаю, как сказать. Когда вокруг тебя творится что-то ужасное, то есть я чувствовала себя как в каком-то детективе многосерийном. И вот самое тяжелое, наверное, было сохранять какое-то спокойствие, какую-то определенную линию поведения, которая, ну, нужна была, твердость какая-то, которая нужна была для того, чтобы просто завершить начатое, ну, то есть, что значит завершить начатое, просто похоронить сына, так, как это и должно было быть. То есть, так, как хотела я, так, как хотела моя семья, мои родные, близкие. Вот. То есть, наверное, это было сложно вот именно в тот момент, вот эти первые девять дней. Власти Беларуси утверждали, что погибший Роман Бондаренко был пьян. На врача больницы Артема Сорокина, который передал в СМИ данные анализов романа, согласно которым в его крови не было алкоголя, возбуждено уголовное дело. Как и на журналиста Тутбай Катерину Борисевич, написавшую об этом статью. Судебный процесс по делу объявлен закрытым. Катя! 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 Я думаю, что на возбуждение уголовного дела все-таки повлияло то, что вот в данный момент проходит суд над Артемом Сорокином и Екатериной Борисевич. То есть, мне кажется, что эти события связаны. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Точно утверждать не могу, конечно же. Была информация от государственных органов, от следственного комитета, что Роман был пьян, что в его крови нашли алкоголь. и, конечно же, мне бы не хотелось, чтобы так и оставалось, потому что на самом деле это не так. То есть, были анализы, которые доказывали обратное. Я думаю, что органы акцентировали внимание ранее на то, что Роман был пьян, потому что так было легче, наверное, списать все происшедшее на какую-то хулиганскую драку или на что-то бытовое, незначительное, убрать политический какой-то акцент то, что происходит в данный момент в нашей стране. Я думаю, причина именно в этом. По поводу дела Артема Сорокина и Екатерина Борисевича я много говорить не могу. Потому что я дала подписку о неразглашении, то есть меня вызывали в суд, я была свидетелем в суде, поэтому там я написала эту подписку. Но я считаю, что вообще профессия журналиста на данный момент одна из самых опасных в Республике Беларусь особенно. Поэтому я считаю, что просто эти люди они просто делали свое дело, выполняли свои профессиональные обязанности и каким-то невероятным образом почему-то они оказались на скамье подсудимых. Я надеюсь, что будет ведется справедливое расследование и что в результате будет вынесен честный ну скажем переговор. Мне хотелось бы, чтобы эти люди были на свободе и продолжали профессионально работать на своем рабочем месте. Артем в больнице как врач анестезиолог и Екатерина делала бы свое журналистское дело. То есть это достойные люди и я считаю, что они должны приносить пользу обществу. Анастезиолог